Здравствуйте дорогие друзья! Вышла первая бета iOS 11.2, а про финал iOS 11.1 видимо забыли. 2 гигабайтное обновление принесло в систему много по-настоящему полезных исправлений и улучшений. Так что будет интересно, ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. Традиционно начнем с исправлений и нововведений свежего апдейта. Девайсы под управлением iOS 11.2 теперь запускаются значительно быстрее, особенно на таких относительно старых устройствах как iPhone 5s, ну и просто быстро на актуальных моделях. При двойном быстром клике по кнопке блокировки смартфон больше не блокируется. На предыдущих прошивках успевал. Увеличена скорость открытия меню многозадачности. Теперь этот процесс происходит без этой плавной, никому не нужной анимации, а быстро и четко. При использовании жеста 3D Touch изменений в скорости открытия меню многозадачности не произошло. Кстати, при активированной функции уменьшения движений из меню настроек основной универсальный доступ была полностью убрана анимация при открытии пунктов меню приложений через жест 3D Touch. Выглядит конечно не так красиво, но именно так оно и должно быть изначально. Подправили. Три свежие обоины с iPhone 8 перестали быть эксклюзивными и к ним получила широкий доступ вся яблочная общественность. Починили калькулятор. Только я не успел похейтить Apple за то, что при быстром подсчете анимация калькулятора подтупливала и он выдавал неверный результат. Как видите сейчас все работает быстро и без ошибок. Apple реабилитировалась. В музыкальном виджете пункты управления углы обложки альбома стали квадратными, а не скругленными, как раньше. Активировали работу AirPlay 2, а это значит что устройство может быть подключено к нескольким источникам воспроизведения и имеет горячее переключение между ними. Появилась новая анимация под загрузки эффектов в приложении фото. Уменьшили размер иконки SOS, в музыкальном плеере под обложками теперь есть тень, интегрировали синюю подсветку выбранного результата в App Store, освежили дизайн некоторых иконок Amazon. А еще вернулось приложение Feedback. Благодаря нему тестеры могут рассказать Apple о выявленных багах в системе и отправить их в виде отчета. Улучшили скорость работы системы в целом. Приложения даже на старых устройствах вроде iPhone 5s запускаются или так же или по большей части быстрее чем на iOS 1103. Причем это коснулось и новых устройств, что также приятно. Время автономной работы не изменилось и остается на прежнем невысоком уровне.